друзья всем привет и добро пожаловать на канал сегодня я также продолжаю работать над вот этой бмв x6 м которую я делаю для своей жены предыдущей серии я занимался подвеской рулевой не до занимался подвеской перебрал аксел по-английски перебрал его собрал все сломал клэм сегодня заехал в автозапчасти обратно когда ехал с работы купил клэм давайте вам покажу вот он такой совсем немного другой конечно не то что как вот этот этот более посерьезней но этот сработает тоже нужно натянуть будет загнуть и загнуть эти усики должно очень легко отремонтироваться но после этого я хочу заняться теми вещами которые нужно закончить из под низу давайте я вам покажу вот видите вот это вот помпа стоит на вот той стороне и она получается на отвечает за свой бар вот эта вот штука свой бар видите как я вам раньше рассказывал это свой бар половинчатая здесь она цель на идет видите получается оттуда вот она проходит и туда уходит это цельная но на м ки она половинчатая вы никогда не сделайте вот так вот на цельный делается это для того чтобы на поворотах давать напряжение на ту сторону которая идет под нагрузку больше нежели на ту которая не идет поднимается как говорится но для того чтобы установить эту систему давайте я вам покажу что мне нужно сделать видите вот это вот загнута это когда forklift поднимал машину с перевозчика как он сюда форками залез я не знаю ну короче погнутая нужно ремонтировать видите аж вот отсюда вот здесь слегка ударена но это не страшно это тоже в принципе не страшно но вот вот эта ерунда вот вот это вот а это у меня это же пневма а вот того для стабилити чак вот она короче надевается здесь по моему закручивается вот сюда и вот сюда на три штуки да правильно вон видите с той стороны две дырки здесь одна и вот она крепится вот сюда вот сюда это все мне нужно подровнять для того чтобы установить и после того я смогу установить в эту пневмоподвеску ну и само собой карданы все так что вот такой у меня план на сейчас спад подвеску я пока оставлю в покое мне нужно идти на улицу снимать секс 5 кое-какие запчасти на улице уже темно и как я вам уже говорил я занимаюсь этим после работы у меня есть работа после работы я приезжаю и начинаю заниматься ютюбом так что сегодня уже темно я буду с подвеской заниматься завтра а сегодня будем делать то что сможем делать так что приступаем ну что все как можете видеть установил все теперь нормально сейчас пошлите покажу вам под низом что творится что я сделал здесь а надо подключить вот это все конечно надо найти болтики все отсюда ну а так в принципе все подключены это идет вот сюда вот так подсоединяется и подключается так теперь погнали сюда выстрел я насколько смог вот этот бракет чуть-чуть погнутый но не страшно он в принципе значение не имеет главное что я смог подцепить стабил эти шаг помпу и потом воздушную помпу который качает подушки сзади на в принципе здесь все осталось подключить кардан установить глушитель и прогнать топливную линию которую как я вам сказал уже найти не могу но как с ним найду время уже поздновато мне завтра рано на работу так что на этом сегодня все продолжим завтра так 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 новый день старые проблемы но я начиная этот вечер с хорошей ноты бобом видите я нашел эту топливную линию наконец-то она оказывается было в другом кузове который оригинальный был вот без вот этой вот стойки так что я скорее всего положил туда потом вывез этот кузов себе в гору почему я оставил эту линию там я даже не в курсе он короче вывез и вывез бросил я все перерыл в гараже везде абсолютно нигде найти не мог потом думаю может быть я ее стал там а пошел проверил и действительно вот так вот бывает ладно фиг с ним было было что было то прошло сейчас давайте установим эти топливные линии все подключим также нужно установить кардан и скорее всего буду устанавливать подвеску единственная проблема это верхний рычаг подвески у меня он есть на другом x5 но сегодня я начинаю работать поздно так как задержался на первой работе немного были проблемы но фикс не сегодня хоть и поздно но продолжаю работать так что давайте не будем терять время время уже очень поздно блин ого как поздно уже но кстати эти часы врут на час у нас перели время уже и они врут на час так что начинаем делаем пол все по максимум что могу и посмотрим как далеко зайдет все это так 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что вам сказать? Я закончил здесь почти. Установил защитку. Честно говоря, не знаю защитки для чего. А, хотя здесь проводка, понятно почему. Всё, сзади я всё закончил. Установил кардан. Также закрутил трубки для этой стабилы. Вот сюда эти трубки идут. Ой, блин, как здесь мало места и неудобно вам всё это показывать. Короче, эти трубки вон и тут туда, 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 туда. И уходят вот туда. А здесь я тоже бензиновую линию протянул. Топливную линию бензиновую. Всё идёт туда. Всё смотрится красиво, чётко. Минус подключенный. Всё затянуто, всё подключено. Кстати, друзья, для тех, кто может быть, когда-нибудь займётся такой М-кой, X5 или такой М-кой, я не знаю, конечно, как на обычных моделях, но чтобы включить нейтралку, вот кардан, вот видите, вот эта фигня, её нужно, вот вы можете услышать, наверное, даже. Вот, её нужно натянуть вниз, для того, чтобы включить нейтралку. На старых моделях нужно было вот такой вот этот, закручивать, она включала. А сейчас оно по-другому. Скорее всего, нужно какой-то крючок, тут есть дырочка. Вот она. И, скорее всего, его просто крючком тянешь вниз и включаешь нейтралку. Ну, а так, в принципе, всё закончил здесь. Всё подсоединил. Ничего левого не осталось. Осталось установить глушитель и эти, это теплозащитки или как их называют. Вот, вот эта штука. Вот, мне нужно будет установить, но я хочу, честно говоря, завести машину, прежде чем я установлю их. Так что, прыгаем вот сюда. Это вот всё та же система, что я вам показывал. Вот эти вот все четыре нужно подсоединить. Получается, две идут с переднего и две идут с бачка расширительного. Не расширительного. Короче, вот с этого бачка жидкости. Вот это для... Что здесь написано? А, это какое масло заливать? Ну, короче, вот. Это бачок масла. Вот для этой системы. Давайте закончим с этим, чтобы уже забыть и не ворачиваться к этому. И, в принципе, на этом, скорее всего, снизу пока будет всё. И потом, после этого, приступим к каким-нибудь другим вещам, которые нужно установить. Вернее, деталям. Ну что, всё. Здесь я закончил. Здесь, я скажу, уже на 90% всё собрано. Осталось подключить вот это и подкрылки. Остальное, в принципе, всё. Здесь я пока остановлюсь так, как есть. Вот здесь нужно заменить вот этот кронштейн, бракет, как вам угодно хотите называть, на вот этот. Тот с 35-й, а этот идёт М-ка и 50-ка. Потому что здесь, видите, вот эти... Вот этот heat shield, он, получается, закрывает. Хорошо, что я сюда заглянул. Видите, нужно подключить это. Совсем упустел. Вот так вот. Так что, да, сейчас это устанавливаем. Смотрим, что ещё нужно установить. По электронике, по всему тому, чтобы, в принципе, вот в этом районе всё было готово для того, чтобы попробовать завести машину. И, скорее всего, это будет через эпизод или два, но это должно быть на выходных, так как я хочу использовать моего друга сканер, чтобы проверить, какие есть ошибки. Для того, чтобы прежде, чем я соберу всё остальное, мне хотя бы приблизительно знать, где какая ошибка, если, допустим, эта ошибка где-то в труднодоступном месте, чтобы я мог добраться сейчас, нежели после того, как я всё это соберу. Так что, давайте сделаем этих пару вещей и потом продолжим над чем-нибудь другим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, наконец-то здесь осмотрится уже почти всё законченное. Кронштейн установлен, всё подключено. Я также подключил воздухан, правильно же, да, фильтр, воздушный фильтр, для того, чтобы я был готов к запуску машины. Вот этот расширительный бачок я не закрутил, потому что, видите, вон там болт, этот болт держит вот этот верхний рычаг. Так как я его хочу заменить, мне нужно будет это всё доставать, поэтому мне нужно добираться до этого болта. Также установил здесь опроводку. Как можете видеть, здесь она оборванная и вот здесь оплак оборванный. Плак мне придётся найти, вполне возможно, какой-нибудь подходящий. Вполне возможно, дилер продаёт. А вот этот проводок продолжения, это у нас, вот он лежит, вот здесь, видите, этот проводок, который идёт вот по этому боку. И цепляется он вот здесь, а снизу для чего, я не знаю. Скорее всего, какая-нибудь предупредительная система, что машина рядом или ещё что-нибудь, кто его знает. А также я хочу подремонтировать проводку, прежде чем я поставлю подвеску обратно. Потому что подвеска, в принципе, сильно мешаться не будет, но всегда легче работать, когда ничего нет на пути. И плюс, так как верхний рычаг я не снял с другого X5, потому что я начал работать поздно, это даже, в принципе, к лучшему. Так что, вот такой вот сегодня получился прогресс. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте делиться видосом с друзьями, знакомыми. Также не забывайте фаловать меня на Инстаграме. Подписывайтесь на Инстаграм обязательно, потому что там я выставляю весь процесс, гораздо всё раньше. Вы где-то это смотрите, я не знаю, месяц с опозданием, может больше. Но на Инстаграме выходит всё гораздо чаще. Я показываю там кое-какие моменты, а потом через время выходит видос. На этом всё, друзья. Спасибо, что заглянули. Ставим лайки, если не жалко. А я увижусь с вами в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok